Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы посетим некогда секретный военный город, где жило 2000 людей. Побываем в их домах, увидим заброшенный радиотелескоп и посетим стоянку брошенных машин скорой помощи. Приятного просмотра! Да это же ведь автобусы RAV, латвийского производства. Это скорая помощь. Тут сзади должно быть все оборудование. Нашел я стоянку с заброшенными автобусами. Да не простыми, а это все автобусы RAV, сделанные в Латвии. Причем это были скорые помощи. 2008-й. Интересно то, что здесь мотор прямо внутри, как на буханке. Все в паутине. Сто тысяч пробега. Причем тут их несколько. Выпускались такие автобусы с 1975 по 1997 год. То есть еще после развала Союза завод несколько лет существовал. Тут сзади по идее должно быть оборудование для скорой помощи. Как же они проржавели. Время ничего не щадит. А это похоже более старый RAV, еще из 50-х. Пусто. Аббревиатура RAV расшифровывалась как Рижская автобусная фабрика. Еще один экземпляр из 50-х. Впрочем, мотора и сидений уже нет. Это, кстати, был грузовой автобус. Ну и еще одна скорая помощь. Все они были списаны в 2008. Вот оно, сердце. Прямо в кабине водителя. Кровать для пациентов. Скорая помощь. Скорая помощь. Символ тревоги и символ надежды. Вера в спасение и примета беды. Но наш фильм не об этом. Он о другой беде. Беде, в которой сегодня сама скорая помощь столице Украины. Вы набираете спасительное 03 и ждете помощи. Иногда скорой, а иногда и мучительно долгой. Не торопитесь ругать врачей. Это их маленькие больницы скорой помощи. Чаще всего и в стужу, и в зно, и в дождь стоящие под открытым небом. Многие на ремонте. И тогда в подменной машине нет нужной аппаратуры. Почти все они свидетели-участники Чернобыльской катастрофы. В городе пять реанимобилей. Замечательные машины. Но их всего пять на два с половиной миллиона людей. По нормативам все они уже должны быть списаны. Но они мчатся куда? Была такая шутка, кстати, про УАЗ Буханку. То, что она настолько плохо сделана, что ты едешь и прямо на ходу ее чинишь, чтобы продолжать ехать. Как же тут пыльно. Сцепления уже нету. Пробег. Пятьсот пятьдесят тысяч. Вот это да. Памятка. Что делать в случае аварии. Эх, когда-то это была история. А сейчас это просто старые, ржавые, никому не нужные куски металла. Сегодня мы посетим некогда секретный, а ныне заброшенный военный городок. Находится город в глуши, прямо посреди леса. А вот и первый жилой дом. Некоторые люди даже называют это место Латвийской Припятью. Хотя никакой катастрофы здесь не произошло. В 1971 году здесь неподалеку была построена военная база, на территории которой было три больших радиотелескопа. А нужны они были для того, чтобы отслеживать разговоры по мобильным телефонам в районе Балтийского моря. И отслеживать разговоры противника с подводными лодками и военными базами. Но не только во времена Советского Союза люди опасались ядерной войны и строили бункеры. Выживальщики это современные люди, знающие, что делать в случае ЧП. Что брать с собой, куда бежать и как выжить в условиях дикой природы. Может ли спасти лесная землянка от бомбежки? Сколько будет стоить построить собственный бункер и что же в голове у этих выживальщиков? На эти вопросы ответит захватывающий фильм «Все умрут, а я останусь». Один из жителей Ростова-на-Дону построил бункер у себя под гаражом и продавал его за 35 миллионов рублей. А кто-то строит простые землянки в глухих лесах. В фильме провели экскурсию по бункеру и землянке. Ссылка на фильм будет в описании, а я рекомендую его к просмотру. Землянка может спасти от всего. Есть такое понимание как паник-рум, бункер и как бомбоубежище. Если что-то будет, я говорю, заберу тебя и Игорь из своих только самую младшую. Выживальщики – это люди, которые всего боятся. Я выживу, я выживу. Эх, на крышу я не попаду, похоже. Ну а в этом городе жили военнослужащие, их семьи. Музыка. 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 Тут был целый город со школой, детским садиком, магазинами и даже клубом. Когда-то здесь жило две тысячи человек. Но, правда, многие здания уже снесены и остались лишь немногие. Загляну в подвал. Музыка. Ящики. я прочитал стоит это место заброшенным с 94 года то есть уже почти как 30 лет а вот тут уже интереснее газета литературная газета из советского союза 90-го года выпуска вот это да вот эта находка журнал учета принятых и пропущенных телеграмм сколько записей тетрадка по математике чья-то даже лежит ухты домашняя работа уравнения ну да здесь жили военная со своими детьми семьями тетрадь для домашних работ по математике ученик 5 класса саша ему на минуточку сейчас уже около 40 письменная работа а это они учились писать с новой тетрадки тетрадь по геометрии 90-го года записи нет домашнего задания жалко то что само здание школы уже снесли английский язык даже здесь учили вот это да орфограмма правила грамматики русского языка и снова английский язык тетрадь для письма ученика второго класса василия кстати почерк красивый а это был диктант пятерку получил четверка да и тут таких тетрадок очень много причем принадлежали они самым разным людям точнее детям записи по музыке тетрадь ирины советская власть куплеты текст песни видимо под ногами газеты книжки письма письмо из девяносто первого года сложно разобрать почерк но я попробую здравствуйте дорогие мои света лёня ждала ждала от вас письма и решила написать сама как вы доехали как перенесли дорогу спокойно ли было в дороге а то мысли всякие в голову приходят как себя чувствуете света купила ли ты чего-нибудь ребеночку у нас пока ничего нет дают изредка подобие пеленок ужасной расцветки только по справке а мне негде взять справку о беременности что тебе переслать из вещей которые остались здесь комбинезон чик я привезу но вообще пиши чего нужно и я буду искать только пиши побыстрее бой стоит пока купят все пересорятся продукты есть мясо говядина свинина каждый выходной пока есть сахар чай по талонам хлеб молоко есть иногда сметана так что питаемся сносно так что питаемся сносно а вот не пойму нет скоро у лидьевны день рождения не знаем что делать пишите как у вас с деньгами еще не латы и как есть граница закрыта она или нет напишите как жили у веры напишите как жили у веры как зять наш как к вам относится и как он относится к тете вере какая у вас погода у нас тепло но иногда выпадает снежок и тут же тает вчера пустили воду а то у нас она была отключена у анны под квартиру вода текла и ее квартира осела вся затопилась промокла и она теперь не может ничего купить и достать андрей сейчас болеет кашляет захожу его навещаю по утрам юля учится забегает ко мне за чем-нибудь вкусненьким а мне и дать то нечего ни конфеток ни печенья когда что достану берегу для них вера ничего правда уже плохо слышит вот так живем взрослеем работаем дети учатся в садике простите дорогие мои зрители если я что-то не так прочитал а вот квартира к сожалению уже практически пустые туалет ванная тут была комната кухня вон еще остатки антресоли это получается было даже трехкомнатная квартира весьма просторная кухня а здесь была двухкомнатная когда спустился в подвал и прочитал письмо я как будто попал в прошлое на 30 лет назад а ведь девяносто первый год он был очень сложным но тем не менее люди старались жить дружно заботились друг о друге заботились о своих детях о старшем поколении и это все вызывает уважение а вот остатки снесенных зданий как я и говорил здесь когда-то было гораздо больше хорошо а Субтитры сделал DimaTorzok А в этом домике жил сторож-строитель Их тут было даже двое Несколько лет они жили в этом городе Присматривали за ним И потихоньку разбирали здания на кирпичи Потом один из них умер От алкоголизма А второй Несколько лет спустя Отсюда уехал жить в город Удивительно, что даже их Вещи остались А вот похожие кирпичи, которые они продавали Всего здесь было три больших радиотелескопа Один радиусом 32 метра Средний вот этот Одиннадцать метров И был еще маленький Восьмиметровый Но маленький радиотелескоп Увезли русские войска Когда покидали город Ух ты! Это же статуя Гагарина Вау Вот это да А это что за аппарат? Напоминает пепелац Из фильма Кинзадза Я вот, кстати, недавно его смотрел Субтитры сделал DimaTorzok Ну и радиотелескоп Причем это еще не самый большой Добавил субтитры Закрыто Это вход В подземные тоннели Которые ведут вон туда В сторону леса Просто посмотрите Насколько длинный подземный проход Под этой насыпью Увы, но и здесь закрыто А вот и самый главный радиотелескоп Главный радиотелескоп Еще действующий Там что-то происходит Также я знаю, что Там организуют экскурсии Показывают, как устроен радиотелескоп Рассказывают историю этого места Так что, дорогие зрители Если вы хотите, чтобы я сюда вернулся И сходил бы уже на официальную экскурсию Пишите об этом в комментарии Ну, а на этом Наше видео подходит к концу Спасибо всем, кто смотрел Удачи вам И до новых встреч Мои дорогие зрители Субтитры сделал DimaTorzok